И всем привет, ребят! С вами Стрванька и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору Теслы. Также продолжаем записывать какие-то интересные видики, игровые тематики с этой пушкой. В связи с тем, что она относительно недавно вышла и не так уж много интересного игрового контента, посвященного ей. Вообще, в принципе, кто-либо делает. Я сегодня решил попробовать покатать на Хорнета Тесла очки в ДМ-режиме. Кто не знает, у нас с пятницы по воскресенье в игре сделали специальный ДМ-режим, в котором можно довольно неплохо заформить, плюс выполнить особые миссии. И мне захотелось потестить и посмотреть, насколько эффективно будет показывать себя Хорнета Тесла. Конечно же, не с каким-то кризисом, а именно с бустером, с тем дроном, с которым может практически каждый играть. Все-таки этот дрон у нас закристал. И кто смотрел видеоролик с рекордом на Теслочке, где я набил 60 очку, ну если быть точным, 58 киллов. Ну и решил все это дело проверить в ДМ-ке. Скатал целых три полноценных боя на Кунгуре, Йоркшире и на Соликамске. Ну и был приятно удивлен тем, насколько большое количество киллов все-таки можно набить на данном вооружении. Многие спросят, почему именно Хорнет, почему не, например, Викинг или еще какой-нибудь другой корпус с этой пушкой. Может быть что-то есть другое, более актуальное. Но я остановился на Хорке в связи с тем, что есть очень качественный овердрайв, который можно довольно жестко реализовать. То есть на тех же голдах, плохо конечно, что сейчас Метеориты, если бы были не Метеориты, а обычные бы голды. Я думаю, что можно было бы еще больше количества киллов давать на голдах на подобном вооружении за счет овердрайва. Но с тем же, например, Викингом я пробовал катать на Тесле, нет особо никакого преимущества. Использование какого-то Хантера, того же там, я не знаю, Крусейдера, Ареса, все-таки даст вам меньше преимущества, нежели Хорек. Я все-таки считаю, что на данный период времени лучше всего реализовывать Теслу именно с этим корпусом. Конечно, есть у нас еще Хоппер, который можно было бы, наверное, в теории тоже неплохо реализовать. Но я почему-то считаю, что все-таки Хоречек пока что, для меня лично, показывает себя намного качественней. И я не нашел, по крайней мере, на данный период времени этому корпусу какую-то альтернативу. Что касаемо урона с бустером, это просто космос какой-то. Это я, когда первый раз увидел, насколько большое количество дэмэджа наносит эта пушка. Понял, что давать киллы на дмках можно очень в большом количестве. В данном случае у нас сделали дмку с ограничением в 50 киллов. Я, честно говоря, даже до этого видеоролика, до этих фрагментов, которые я записал, не знал об этом. Записал фрагменты, как вы видите, отдельно в связи с тем, дабы попробовать дать максимум киллов. Да, и для себя, наверное, понять, какая же все-таки из этих трех карт лучше подходит для Теслочки. Я, в свою очередь, думал, что это самая маленькая карта Йоркшир. Но, на самом деле, могу вам заспойлерить, что, оказывается, киллов у меня получилось дать больше на другой карте. Также, под последним видеороликом с Хори Теслой, многие писали о том, почему я так мало юзаю шарик. Объясню это очень просто. То есть, его реализация практически всегда очень сомнительна. Потому что, чаще всего, вы едете вперед и пушите, и вам быстрее просто нанести урон. Конечно, можно давать шары, но, во-первых, есть определенная забагованность их, и они не работают стабильно правильно. И, в большинстве случаев, вы даете шар и просто едете впереди его, и как бы там сливаетесь. Да, может быть, есть там шанс, что будет какой-то дополнительный килл. Но я, честно, в большинстве своем не вижу смысла их пускать. Если, например, вы находитесь на верхнем ярусе и даете шары, и убиваете тот, который находится снизу за счет шарика, да, это очень крутая и грамотная реализация. Но, в общем и целом, таких ситуаций крайне мало. И иногда вот эта вот миллисекундочка, которую вы тратите на запуск шарика, может зарешать какой-то определенный микроэпизод. Поэтому мое, в большинстве случаев, решение, это просто сближение с противником в упоре и нанесение как можно большего количества урона без запуска этого шарика. Хотя, может быть, в дальнейшем я пересмотрю свои мысли и буду стараться больше шаров пускать. Но пока, ну, где-то там, может, закатку штук 5 я выпущу, 7, не больше, да. Почему-то мне, ну, даже самому как-то особо не хочется их запускать. Что касаемо данной катки на Кунгуре, за 2 минуты до конца у меня уже 25 кило. Безусловно, здесь я столкнулся тоже с одной из теслочек. Вы видите, в Табише там за мной уже гонится 22 кило челик, который тоже старается набивать как можно больше. Тоже играет на харьке. И еще один очень интересный момент. Я к хоре Тесле использую непосредственно иммунитет от нового эффекта, который не дает вам возможности прожимать овердрайв. Я все-таки принял решение, что, например, юзать какой-нибудь там иммунитет от пробития, да, или же иммунитет от эми все равно хуже, чем использовать новый статус эффект. Ну, вернее, иммунитет от нового статус эффекта. Потому что, ну, когда вам надо прожать овердрайв, например, на голде в тайминге, вы не сможете это сделать. Так же самое, как и было в штурме, когда я давал под 60 кило в бою, там тоже я использовал тот же самый иммунитетик. То есть, по сути, новый все-таки иммунитет имеет смысл быть на Тесле и, возможно, даже не только на ней. На харьке, как тот корпус, который может давать хорошее количество киллов, все-таки в этом смысл есть. Хотя раньше я думал, что, ну, нет никакого особого резона использовать данный иммунитет. Оказалось, это, ну, можно сказать, неправда и есть все-таки моменты, где можно реализовать. Что касаемо данного боя, 40 секунд до конца, 35 киллов. В принципе, неплохое количество, но я почему-то думал, что на кунгуре получится дать больше количества киллов. Но, может быть, мне просто там в каких-то таймингах не особо повезло. Может быть, и сама карта не хорошо подходит для данного вооружения. Все-таки нужно понимать, что на маленьких и средних картах на Тесле можно давать большее количество киллов определенно. Понятно дело, что если катка будет 6 на 6, то, наверное, у вас не будет возможности давать прям очень большое количество киллов за счет того, что там не будет большое количество вообще, в принципе, противников. Но, что касаемо данной большой карты, как по мне, да, то есть кунгур, Соликамск и третья у нас карта Йоркшир, все-таки я считаю, что данная карта является более такой большой, да. То есть, ну, спорно, конечно, Солик примерно такого же размера, но Йоркшир явно меньше. И я почему-то считал, что именно на Йоркшире, на вот этой карте, которую вы видите уже сейчас на своих экранах, у меня получится дать большее количество киллов. В первом бою, как вы видели, у меня получилось набить 40, при том, что у нас есть возможность досрочки с 50 киллами, да. То есть, я все-таки до 50-ки дотянуть не мог, но сороковочку с 5000 кристаллами очень неплохую заработал, при этом не используя там какого-то сверхкрутого якобы дрона по типу Кризиса, да. То есть, я и, к слову, даже могу сказать, что мне кажется, что с Кризисом хуже у вас будет получаться реализовывать данную комбину, потому что моментами нужно иметь и броню, и ДДшку. Да, может быть, вы где-то в скорости будете быстро передвигаться и там давать контенту, но если у вас будет контрить, как в моем случае чаще всего бывает, типа там увидел никнейм и все, и начинаешь жестко гасить, то лучше все-таки использовать бустер, чтобы у вас практически всегда была дополнительная броня. Что касаемо данной карты, я считал, что она лучше всего подходит для данного вооружения, для Хорнета Тесла, да. Все-таки это маленькая карта и в большинстве своем здесь голды, ну, наверное, почти все, да, в центре. И есть такие хорошие тайминги, когда можно реализовать овердрайв и дать неплохое количество киллов. Как вот, например, сейчас, видите, что есть у нас надпись о том, что будет скоро золотой ящик, я чуть-чуть откатился, попытался быстро слить того типа, который распанулся и сразу захотел поймать тайминг, чтобы прожать овердрайв и слить как можно больше противника. Дал 2 килла, попытался еще накинуть, еще троечку воткнул и еще одного, то есть 6 киллов. В тайминге с той зоны, ну, типа как голда, у меня получилось сделать, ну, и тут мне прилетела рельса, если бы, может быть, была бы броня и чуть больше хп аптечка, то, может быть, я бы там еще каких-то 3-4 килла бы мог бы словить, потому что там ДТшка как раз-таки у меня перезарядилась, то есть это был бы новый бустер. Ну и вот примерно в таких таймингах можно очень хорошее количество киллов на постоянной основе на Теслочке давать. Я не играю всегда на этой пушке, как вы понимаете, я только вот захожу записывать видосы, но если бы я играл бы на постоянной основе, то я думаю, что вот примерно с такими схемами можно было бы стабильно давать по 40, 45, 50 киллов каждый бой в ДМке. Да, понятно дело, что через какой-то период времени вам бы это, наверное, надоело бы, но в общем и целом работает очень эффективно, и я, ну, может быть, немножечко завидую тем ребятам, у которых есть данная пушка и кто на ней там вот прям жестко кайфует и наваливает. Хотя я сколько видел Тесл, очень мало, очень мало игроков, которые прям реально грамотно и качественно на максимум реализуют данную пушку. Потому что, возможно, кто-то просто думает, что типа, а, имба и там дает в среднем 25-30 киллов и думает, что это норм, но с такой пушкой и с такой имбой давать 25-30 это очень мало, прям очень мало, при том, что резистов нет практически, да, то есть там считать, что там два резиста за 24 игрока это типа есть, это, ну, как бы там 5%, ну, это шляп усатый, то есть считайте, что резистов от пушки нет, плюс пока что она, ну, практически никак не контрится, да, то есть нету каких-то там иммунитетов, еще чего-либо, да, то есть крит стабильный заходит и даже против броненосцев вы видели в предыдущей катке, я не понял, как это работает, честно, но броненосец не защищает никак от данного, от данной пушки, да, то есть защитник защищает, от него есть смысл, а от броненосца смысла нет, хотя по сути якобы есть 50% резист от критического урона, и он должен спасать, он должен тащить, он должен максимум себя грамотно показывать, но, к сожалению, этой реализации я не увидел, возможно, мне как-то там свезло, но почему-то, может там какой-то баг, может еще какая-то ерунда, как-то не так все правильно работает и по итогу броненосец не спасает, либо же мне просто кажется, потому что очень большое количество дэмэджа вылетает. Две минуты до конца в этом бою у меня уже 33 килла и определенно в такие тайминги я для себя понимаю, что это, ну, наверное, рекордные каточки, в которых можно стараться давать 50, да, и определенно, когда катаешь такой Йоркшир, думаешь о том, что, блин, все, 100% больше ты ни на какой карте не дашь, да, то есть ты скатал уже Кунгур, играешь Йоркшир и думаешь, блин, ну, наверное, все. Здесь максималочка, лучшая карта, и на ней надо постоянно катать на Тесла-чке. Ну, и стараться давать эти досрочки, потому что если давать досрочки на постоянной основе, я думаю, что можно в целом, ну, наверное, зафармливать по семерочке, может, даже по восьмерочке за каждый бой, и это очень достойный результатик. Но, к сожалению, мои 35 киллов приостановились, да, как вы видите, там за минуту 36 всего лишь, и чуть больше, там, 40, за эту минутку я все-таки сумел наколотить, но решают тайминги. Определенно решают тайминги, как и на любом другом вооружении, и здесь на Тесле нужно именно стараться ловить большие кучи, то есть все равно пушка работает в своем большинстве как сплэш вооружения, да, и если вы будете ловить тайминги хорошие с голдами, там, где будет противника, там, 3, 4, 5 в одном месте, как это, например, было на штурме, да, где я дал 58 киллов, то у вас по итогу получится в этих таймингах давать по пятерке-шестерке, и если вы будете быстро отреспливаться, быстро, там, дополнительно прожимать бустера, то и по итогу и получите вот этот вот результат в виде большего количества киллов, именно, там, 50, 55, может, 60, я не знаю, сколько вообще реально максимум дать, но вот, например, на Йоршире я здесь дал 45-ку, при том, что там затормозил на 35 за 2 минуты до конца боя, то есть, по сути, это была досрочка, это была досрочка, но я ее не смог реализовать, и шестерочку скатки получил, то есть, по сути, если сравнивать Кунгур и Йоркшир, определенно Йоркшир намного лучше подходит для данной комбинации. Ну и последняя карта, третья, Целикамск, здесь сразу падает голд скатки, я, конечно, хотел тут кому-то подсейвить, побайтить, потом подумал, что потеряю очень много времени, решил быстро забрать и не тратить на это время, просто дальше отправиться уже за киллами, но в голове моей были мысли по типу, что все равно я на Солике не смогу перебить то количество киллов, которое я дал на Йоркшире. Мне почему-то казалось, что Йоркшир более как-то, ну, грамотно подходит для Хорната Теслочки, но, как вы увидите под конец данной катки, я, ну, спойлер опять, да, ошибался, ошибался я. Начало довольно-таки слабенькое, да, пытался ловить тайминги голдов и хотел как можно быстрее набить себе овердрайв. И вот тот самый момент, когда я подумал, что все-таки есть смысл выдачи этого шарика, то есть у меня небольшое количество здоровья, шарик летит на голд, и от него как бы вот происходит вот этот вот дэмэдж. Хотя, по сути, так же само я мог бы дать все эти три килла с овердрайва и просто по первому танку попав. Но мне показалось, что на тот момент можно дать этот шарик, но, по сути, вот как я говорю, он не зарешал абсолютно. Я мог без него так же само дать по первому просто урон, и от этого первого бы по всем прошел бы критически, и я бы все три танка так же само уничтожил. Поэтому моментами нет никакого смысла в этом запуске шарика. Но если у вас есть, например, тайминг, и у вас есть возможность все-таки его кинуть, то лучше это сделать. Да, это работает, и можно вот так вот грамотно и эффективно использовать. Ну и тут начинается просто какая-то жесткая рубочка, когда я за две минуты с небольшим даю двадцатку. Ну, понятное дело, что это очень жестко. И даже здесь прожимая, ну, наверное, не совсем грамотный овердрайв просто на Титана, я для себя понимаю, что можно в таком бою дать очень хорошее количество киллов. Да, может быть, мне немножечко свезло с тем, что здесь не такие крутые противники. И вот еще один момент, где можно реализовывать шарики. То есть у вас есть угол, где Тесла не зацепляет, и здесь от шара даже может просто дэмэдж залететь, но и может, если там противник под шар не будет подставляться, то вы просто от шарика дадите вот это вот угла, то есть вы дадите урон в шар, и от шара уже по противнику урон тоже пройдет. Поэтому, ну, есть моменты, где можно реализовать его, но, как я уже сказал, их довольно-таки мало. И те ребята, которые, например, на постоянной основе пускают эти шары, я считаю, что это ошибка. Да, то есть вот, например, сейчас я пустил шар, а он летит сзади меня. То есть от него смысла вообще никакого нет. И, ну, и что, он там врежется в какой-то дом, стенку или еще что-то, и пользу своей никакой не принесет. А я потерял, например, там одной секунды в тот момент, когда вылетал, и не смог задамажить, да. Ну, то есть иногда есть такие спорные моменты, и когда непонятно, зачем выпускать его, но лучше все-таки искать. Искать, но не переусердствовать. Не пускать там по 3-4 шара, и там стараться какую-то линию выстраивать, там, или еще что-то. Если вы играете на таком корпусе, как Харек, да, не играете на каком-то там Титане, Мамоте, медленном, которым вы стоите на том месте, то вам лучше просто быстро передвигаться и работать как ближнебойная пушка, как и Зида, да, условная. И с таким дэмэджем, да, то есть, ну, 2,5 тысячи, ну, просто 2,5, там, полторашка, двоечка постоянная, это очень много, прям очень много. Для, ну, пушки, которая, по сути, должна наносить, ну, наверное, где-то... Ну, объективно она тысячу максимум должна наносить. Тысячу максимум. Но когда ты можешь с бустером выдать четверочку, я считаю, что это перебор. Определенно, это перебор. За 2 минуты до конца у меня уже 36 киллов, и, ну, понятное дело, что это большее количество киллов, чем на предыдущих двух картах. На Йоршери, хотя было примерно такое же количество, но там в один определенный момент все пошло не по грамотному какому-то сценарию, и киллы стали очень тяжело набиваться. Может быть, я потому что подумал, что, ну, там уже смогу за 50-ку улететь, а на самом деле я ошибся, и не получилось это все дело реализовать. Ну, а здесь уже сороковочка за минуту 40 до конца, и это стабильная, хорошая досрочка. Плюс, я бы не сказал, что прям очень много овердрайвов я запускал, но моментами, моментами они, конечно, очень эффективно работали. Даже, вот, например, сейчас, допустив овердрайв, там, 3 танка в 1 секунду уничтожив, это много, реально, да, и потом добавки еще 3-4 килла, по итогу 48 за минуту 20 до конца, ну, я поражаюсь просто, поражаюсь тому, что сделали, и, понятное дело, что в скором будущем эту пушку будут нерфить, но на данный период времени те ребята, которые ее имеют, обладают хорошим, качественным преимуществом, но, как я уже сказал, преимущество есть у пушки, но, к сожалению, или к счастью, наоборот, преимущества у игроков в большей степени нету в связи с тем, что они просто неграмотно ее реализуют и некачественно используют возможности этой пушки, но она реально очень люто имбовая, и если уж подвести итог ДМ режима, то стабильно по 40 киллов можно каждый бой на любой карте, где вот там контрят, не контрят, можно давать, я уверен в этом, да, то есть, ну, если не 40, то там ближе к 40, если вы будете качественно, грамотно играть, не просто там балаболить, там, или еще какой-то ерундой заниматься, да, я вот захотел, запотел, дал 40, 45, 50, 3 карты. Я думаю, что каждый, по идее, может так же само заходить и реализовывать эту пушку. Ну и, как ни странно, на Солике получилось реализовать больше, хотя я думал, что Йоркшир, как маленькая карта, себя покажет лучше. Вот такая вот история, продолжение, можно так сказать, вооружения. Я думаю, что и на других режимах, форматах мы увидим, потестим, посмотрим данную комбиночку. Вы можете, в свою очередь, тоже писать в комментариях, где бы вы хотели бы увидеть вооружение с Теслой. Возможно, у вас есть какая-то своя лютая стратежка, комбиночка с Теслой, с каким-нибудь там устройством, дрончиком, да, там, которую вы бы хотели увидеть, либо вы знаете, что там нагибает, и хотите, чтобы я это дело потестил. Пишите все в комментариях, пишите, что вы думаете по поводу данного видоса. Ну, а я, в свою очередь, просто хотел увидеть и убедиться в том, что на данный период времени и, наверное, за всю историю ТО, жёстче пушки, ну, просто-напросто не было, да, чтобы вот столько давало, ну, я не помню, я определённо не помню. Это лютая имба. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали, у меня на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok